За последнюю неделю я много работала над своей женской энергетикой, над своей мужской энергетикой, над своей внешностью. Я разработала свои специальные техники и практики по красоте, здоровью, для бизнеса, для тех, кто интересуется отношениями, состоянием нашего подсознания, как это работает. Ну а на моём личном примере вы сами можете наблюдать, как это у меня и во мне. Если вам что-то нравится во мне, это очень легко, включите в вас. Я всегда желаю вам много любви и благодарю вас за всё. Где-то прочитала такую фразу, что вы желаете мне, пускай вернётся вам в тройне. Поэтому я вам желаю много-много любви. Погнали, ехала в джим. Сейчас оставила сообщение в Телеграме и поняла, что я туда за последнюю неделю очень много сообщений, инсайтов оставляю в Телеграм. И понимаю, что... А как же здесь записывать? То есть я там всё рассказала. А что рассказывать здесь? Поэтому переходим на Ютуб. Так, нужно одеть мне микрофончик, чтобы вам было лучше слышно. Как говорила Красная Шапочка. Ой, нет, подождите, кто это? В каком мультике? В каком мультике это было? Ты меня слышишь, заяц? Ты меня слышишь, слышишь? Я ещё хотела поднять тему наших талантов. Это очень легко. Многие говорят о предназначении, о том, куда мы идём, как это происходит. А как найти этот талант, как его раскрыть? Как раскрыть вот этот цветочек? Знаете, есть выражение такое, что цветочку достаточно просто раскрыться, а пчёлки прилетят сами. Так, о каждом человеке, о каждом таланте, который есть у каждого, абсолютно у каждого человека внутри. И не один. Мы наделены просто тысячей талантов. Другой вопрос, чем вы хотите заниматься каждый день? Выражение «хлебом не корми», «дай что-нибудь вот это вот поделать», оно неправильное, потому что ты себя программируешь на то, что тебя не будут кормить хлебом, пока ты занимаешься этой деятельностью. Пересмотреть своё отношение к тому, что ты произносишь. Удивительно, ко мне пришли новые проекты. Ну, конечно, я же ценная листья. Если вы так произносите своё намерение и так ставите свои мысли, вы создаёте конфликт. Конфликт в одной… То есть, универс, вселенная, она вас слышит… Она слышит что? Что вы удивляетесь тому, что вам приходят новые проекты. Да, вы ценная личность. Вы ценны просто сами по себе, потому что вы есть. Вам не нужно никому ничего доказывать, что вы классный. Вы сами по себе классный. Просто потому, что вы родились. И всё. Но вселенная, она слышит ваш посыл о том, что вы удивляетесь, что в вашей жизни появляется что-то. И для вселенной на самом деле не важно, что проецировать в жизни. Она как джин. Ты делаешь заказ, и он к тебе приходит. Каким способом и как, и по какому пути ты будешь идти, получая удовольствие. Помните всегда про удовольствие от того, что вы делаете. Но обращаю ваше внимание, что если вы создаёте конфликт в самом, только предложении, в начальном предложении о том, что я удивлён, что это со мной произошло, но я же классный, так естественно классный. Но у Юниверс возникает сомнение, готов ты или нет. Она слышит, что ты не готов ещё. Один из моих талантов – это мотивировать людей. Я попробовала пару своих собственных техник и практик по раскрытию талантов, и у меня получилось. Я даже запела. Я запела таким голосом, которым не пела 20 лет. По этому поводу я сделала свой мини-курс. А сейчас мы пойдём в сауну. Весь наш энергетический центр до 28-го тоже внуждается во внимании, обновлении. Очень легко попасть в эту пустоту. Это же практика тишины, отключение своих мыслей. Однако мысли их практически отключить, их практически отключить даже очень сильным практикам не удаётся. Они всё равно набегают, приходят, ты их отпускаешь. Но именно попасть вот в это пространство, вот в эту пустоту, в сауне, кстати, получается очень легко и быстро. Ощущения невероятные. Ммм, какой приятный вайб, когда присыпаешься с утра и включаешь в себе такой turn-on делаешь маленький. Я хотела с вами, знаете, о чём поговорить? У меня была шорт сделана неделю назад по поводу зависимостей. Зависимости бывают разные. У меня, например, была зависимость от вот этих всех приложений, там FaceApp, разных других приложений, которые улучшают, как бы убирают всё, но делают идеальную картинку. А в реале потом ты смотришь на человека, ты понимаешь, что он совершенно другой. Не ври себе. Не ври себе, что у тебя... Ну, то есть ты можешь врать себе, себе самого обманывать. Говори себе правду. Если ты решил менять свою жизнь, жить её по-новому, это другая вибрация. Чтобы на неё выйти, на эту другую вибрацию, это в любом случае тренировка, тренинг. В любом случае ты себя останавливаешь. Останавливаешься. Это работает для любой зависимости. Ставь себя через 10 лет. Как ты, что ты... Тысячу раз сама это слышала. Тысячу раз об этом говорила и видела. Но меня как включила. Я вспомнила себя 10 лет назад. Я даже не думала, что я буду находиться в Майами. У меня не было такой мечты. У меня были совершенно другие мечты. Они все полностью искомлены. Ты приходишь к определенной точке своей жизни, когда у тебя уже выросли дети, у тебя построен дом, посадлено дерево. Что дальше? Вот в таких точках это я, это про меня, это моя история. То есть у каждого по-разному. Когда тебе 20 лет, или 25, 30, совершенно другое. У тебя еще только все впереди. Ты пробуешь все новое, разное. А я это уже попробовала. Я побывала и в Голливуде, и где только не была. То есть моя история и мой опыт, он очень хорошо срезонирует с теми людьми, у которых уже много чего было. Они это видели и они хотят что-то еще, что-то новенькое. Плюс ко всему отстроить себя, свою энергетику, свое тело. Встретить настоящую, искреннюю любовь по сердцу. Это все начинается с нашего мышления. Как ты себя представляешь через 10 лет? Я очень точно знала, что там в будущем я веду здоровый образ жизни и я получаю от него кайф и удовольствие. При этом я не приверженец диет, я не приверженец спортивного зала вот эти все железки. Мне в зале нравятся другие вещи. Мне нравятся зумба, мне нравятся сауна, мне нравится бассейн. Бассейн для меня дает все то, что делают люди, занимаясь вот этими упражнениями в зале. Я вообще не фитнес-человек и иногда могу, что-то очень чуть-чуть once in a while, как это сказать, очень влияет. Все, что я делаю для себя самой, это мои собственные наработки, они никак не относятся к джиму, к залу, в смысле вот к упражнениям. Но все, что я делаю, для меня работает. Если для кого-то это тоже сработает, я буду рада. Так вот, вернемся к зависимости. Приняла решение, что it's okay, ты себе больше, ты говоришь себе правду. Ты себе не врешь, ты себе говоришь правду. Ты действительно решила, что ты полностью меняешь свой образ жизни. И что бы ты хотела в этот момент убрать то, что ты считала для себя ненужным. Это касается питания тоже. Я не фанат тех, кто уходит полностью в вегетарианство или вегетарианство, или вот когда возникает дисбаланс. Во всем должен быть баланс. Мы на этой земле, чтобы получать удовольствие, понимаете, и от еды тоже, и от питья. Если вам иногда хочется выпить кока-колу, выпейте вы ее, иначе просто вы будете сидеть и создавать внутри себя вот этот избыточный потенциал. Я хочу кока-колу, но я себе запрещаю ее пить, потому что я кушаю только морковку. Понимаете? Если я хочу съесть шашлычок, я пойду съем шашлычок. Точно так же и с сигаретами. Вот сразу, быстро, ты это не бросаешь. Вот прям все, я с завтрашнего дня не курю. Нет. Вот, например, у тебя идет пачка в день, ты взял себе две штуки, и ты их в течение недели, степ-бай-степ. Потом в какой-то момент у тебя перекликивает, когда ты реально, во-первых, ты реально начнешь замечать себя по-другому, свои ощущения по-другому. Ты дышать начнешь по-другому, ты себя чувствуешь, начнешь по-другому, и ты увидишь свою красоту наконец. В своем курсе я сделала недельный такой курс о красоте, здоровье, о том, как в свои 40 лет оставаться всегда в тонусе, как тебе нравится, как себе разрешить быть красивой. И красивым, понимаете, это нужно себе еще разрешить, быть красивым или красивой. В любом возрасте. Почему я так спокойно об этом говорю? Ну, потому что этого уже нет в моей жизни, но это был мой опыт. Любой опыт для меня, любой человеческий опыт, какой бы он ни был, он ценен, потому что ты знаешь, что, какие последствия будут, если ты не остановишься, или если ты остановишься, какие последствия ты получишь как бонусы, как бенефиты для себя самого. Когда ты себя представляешь через 10 лет, и если ты сейчас себя чувствуешь, уже сейчас себя чувствуешь плохо, нужно делать что-то right now, сейчас. Нужно это принимать решение сейчас. Это зависит только от твоего намерения. Вот так у меня случилось в последнее время с моей зависимостью по вот этим фейстаймам, фейсапам, вот этим всем подретушировать, потому что я до такой степени к этому привыкла, что я уже не могла выложить ни видео, ни в ютуб, ни в инстаграм, чтобы что-нибудь там вот не подправить. А это не любовь к себе, это совершенная не любовь к себе. Ты врёшь себе, ты врёшь окружающим. Если ты идёшь, ну, понимаете, я за такую вещь, как за показания, то есть в каком-то определённом возрасте я не знаю, что будет в 45 лет, я очень буду стараться выглядеть всегда молодой, красивой, задорной и с такой вибрацией, которая приятна и не самой, и людям, но я не зарекаюсь ни от чего. Вот не зарекайтесь, что, например, в 40 лет вы не пойдёте и там себе филеры не сделаете или ещё что-то. Но если вы начинаете это делать в своём молодом возрасте, ребята, вы все видели результаты, скажем так, американской индустрии, индустрии США, взрослых женщин, которые в своё время в очень молодом возрасте ещё 20 лет назад начали это делать и что теперь произошло с их... То есть это же яд, это яд, но при этом я люблю всё-таки стили, качества, я люблю, когда человек яркий, он заметный, и у меня всегда по жизни были такие друзья, очень яркие, заметные, они себя любили, они жили эту жизнь. Как только ты осудил человека какого-то, тебе возвращается почти в три раза сильнее то, что ты ему пожелал. И это относится к теме зависти. У меня есть на канале видео о зависти в самом низу, я его снимала год назад, я оставлю ссылочку под этим видео, если кто-то хочет и может пересмотреть, что происходит с человеком, когда у него возникает зависть к чему-либо или к кому-либо, и он хочет это иметь, но не может получить. Так вот, зависть можно трансформировать в хорошее, в плюс, когда ты благодаришь за то, что ты увидел то, что тебе хочется, ты посылаешь туда много добра, любви, хороших пожеланий и говоришь вселенной как бы внутренней. Я тоже так хочу. Но если ты будешь говорить, что я завидую этому человеку, вот какой редиска, давайте по классике. Я не очень-то и хотела эту соболинную шубу, допустим. Это такой классический пример. Но у тебя не будет этой шубы. Но, если ты себе скажешь, что да, я бы тоже вот хотела, красиво выглядит. Может, она у тебя будет не соболинная, может, она у тебя будет из норки. Ну, то есть, кому что? Кто что? Кому что нравится? При этом я за гринтил, но этот пример был такой классический. У меня был опыт такой собственный. Я однажды в долине каталась на лошадях, там есть место. И в какой-то момент я просто обратила внимание на то, какие отпечатки остались у этих лошадей от их тренировок. и я это ощутила и прочувствовала прямо на себе. Вот эмпатически я прямо почувствовала. Это жестко. Это очень жестко. То есть, люди, которые занимаются выездкой лошадей, это еще один вопрос. А вот, когда они их тренируют, то есть, у всегда у любой медали есть две стороны. Шуба красива, но какая цена? Вопрос. Каждый в этом мире считает себя во всем хорошим. Человеку нелегко, любому человеку, мы сейчас говорим абстрактно, любому человеку нелегко признавать в себе свои темные качества, характера. Говорят, есть темная сторона, есть светлая сторона у человека. Все говорят, я хороший, я безгрешный, у меня там нету, это не я, это не мое. Но на самом деле очень часто человек врет сам себе, создавая тем самым избыточный потенциал у себя внутри. И в этот момент происходит просто обнуление всей программы, потому что универс, ну, вселенная, Бог, как угодно назовите, они слышат ваши мысли, они слышат того, что вы говорите, я вроде это хотел, а нет, теперь я не хочу, потому что я вот хороший, не хочешь, не надо. И у тебя происходит полностью обнуление, ты не получаешь, желаемого. Вот этих всех приложений, которые там улучшают видео, там фотографию и все остальное, тоже две стороны медали. Я понимаю, например, тех ребят, которые занимаются созданием контента, ну, вот, например, продвигают, продают свои риелс, уроки по риелс, съемкам, там, или шортс, что-то такое. Я понимаю их, потому что у них, ну, им нужно, чтобы была яркая, сочная картина. Но если обратить внимание на то, как ты на это подсаживаешься, то потом уже это как такой искусственный мир получается. Если ты боишься быть собой, в своих обычных стримах, ну, там, лайвстрим, да, или, ну, там, в жизни, потом у тебя, у человека, когда ресницы наклеены, когда просто накрашены, там, вот, карандашик вот у меня, я после джима, ой, я после бассейна, вот у меня там, где-то что-то потекло. Ну и что? Такой, какой ты есть, потому что ты такой, какой ты есть, ты классный. Люди, мы людям нравимся, ну, то есть все люди друг другу нравятся, по энергетике нас может впечатлить, как бы, как бы первое впечатление нас может привлечь, ну, вот твоя ресурсность, твоя работа, твоя карьера, что ты сделал в жизни, какой ты сделал проект в жизни, это нас может привлечь на первых парах, но потом влюбляемся мы вот в эти все, вот в эти все морщинки там, вот в эти все наши там нос, наш вот такой неидеальный. Почему? Это вообще происходит в жизни, это происходит и в дружбе, и у коллег, и в парах, в отношениях, потому что мы понимаем, что мы можем вложить туда, частичку себя, нам есть что отдать, мы влюбляемся не в идеальное что-то, вообще вот в жизни, нам нравится, чтобы мы были полезными человеку, чтобы мы, как бы мы были нужными человеку, в чем мы можем быть полезными друг другу, вы приходите на мой канал, как минимум за вот этим вайбом, за вот этой вибрацией, кто-то приходит посмотреть, что там еще у него происходит в жизни, может что-то взять для себя, с благодарностью и с любовью, тогда это вогла. Да, я заметила, словила себя на том, что у меня возникла зависимость вот на этих всех аппликейшенах, по внешности, по улучшению, там красок, всего остального, я внутри ощутила, что я не могу, например, не на крашеное, там выйти в магазин, а это уже все, перекос, это уже пошел избыточный потенциал у человека внутри, и он начинает себя сравнивать, где у него что не так, где у него там то, это там, и начинается сравнение потом, потом с другими, что у других происходит, вот эта вот темочка, какой ты такой или не такой, так вот, представь себя через 10 лет, сейчас тебе там 20, 30, мне 40, а будет 10 лет 50, и это понятно, что мы все хотим быть самой лучшей версией себя, и вот когда ты осознаешь, что через 10 лет ты изменишься, и очень сильно изменишься, если в какой-то момент ты себе не скажешь, стоп, я хочу по-другому, я хочу ощущать эту жизнь, жить здоровым, счастливым, красивым, богатым, и вот, но при этом ничего не меняя, все время повторяя одни и те же действия, или возвращаясь в одни и те же места, и я понимаю, чем это может быть чревато, даже самый уверенный в себе человек в определенный момент времени он может вот так вот ко мне прийти и сказать, о, я вот сейчас у меня руки опустились, что мне делать? Ребята, мы все люди, людям, ну, в смысле, одному человеку нужен другой человек, мы парни и существа, как, ну, как животные, вот там, лебеди, львы, любому психологу тоже нужен собственный психолог. По-моему, в Дьявол носит Праду, Дьявол носит Праду. И вот, такой, низенький актер в очучках, он играл супер там, фэшн, какого-то лидера, и он говорит, я увижу Париж, I'm actually see the Paris, feel the Paris when I got that job. Когда я получил эту работу, я, наконец-то, за 20 лет там увижу эту, этот Париж, наконец-то, потому что я все время работал, 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 да, я богат, у меня все есть, но я даже не ощутил вкус этой жизни. Я стал этим миллионером, я стал очень известным фэшн-дизайнером, но я все время работал, и сейчас я, наконец, так же увижу эту жизнь. Помните вот эту сцену? Так вот, почувствовать вот эту жизнь, свою собственную, можно только из состояния направленности внутри, как я сейчас вот отдаю свою энергетику, я делюсь с вами этим вайбом, сегодняшним днем, моими мыслями, и делюсь об этом прямо и открыто. Я понимаю, что у меня это сработало, значит, сработает это и у вас. Я завела два телеграм-канала, и это оказалось очень удобным, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал там. Я всегда желаю вам много любви и благодарю вас за все.